Тюмень Субтитры делал DimaTorzok Армейцев ударом с носка порадовал себя и армейских болельщиков 2-0 Казалось, хозяева вот-вот увеличат свое преимущество Ведь ЦСКА должен был забивать как минимум 5 раз Но постоянно выручал Греупа Бразилица в один прекрасный момент включил фирменный козырь Подключился к атаке своей команды и забил Едва не порвав все поворот за спиной поддумного В принципе мы хорошо играли в первом тайме И прессинг, ну вот такие удары, конечно, с 15 метров Они, ну, мы не должны такие пропускать, конечно, мячи Но случилось так же, как случилось Всего 26 секунд потребовалось хозяевам во втором тайме Чтобы забить третий мяч Маевский выскочил один на один с Греутова Выдержал паузу и пытался отдать передачу на подключившегося Рикординью Пас не прошел, однако именинник исхитрился вернуть мяч партнеру И Маевский теперь уже без помех забивает 3-1 Вели и 2-0, и 3-1 И, в общем-то, по ходу игры у нас не было особо проблем Но Тюмень очень хорошо реализовала свои моменты И, я думаю, хорошую игру очень Греута отыграл В общем, все это привело к тому, что мы в ничью собрались сегодня Да-да, Константин не ошибся Именно ничейный результат был зафиксирован в этом матче Командам и в прошлом году было по нраву завершать матчи между собой мирным исходом Не сговорившись, тенденция продолжилась и в этом году Капитан Тюмени Денис Абышев, оказавшись один на штанге Уверенно перевел мяч в ворота Поддубного А через три минуты гостям удалось сравнять счет Комбинация Батарев-Абышев-Милованов завершилась точным ударом последнего Буквально с полуметра Вот такой он, тюменский камбэк Больше всего порадовалось, что бойцовские качества Игра, может, была не такая красивая и качественная на Тюмени Хотя голы там, пару голов были красивые Но учитывая то, что меня порадовало, что молодые ребята, которые сегодня вышли Они показали себя бойцами, у нас всегда команда отличалась бойцовскими качествами Ну, а ЦСКА, я думаю, что много крови попортит в этом году лидерам Но это еще не все Красавец-кардинал на 40-й минуте идеальным по точности ударом в левую девятку На несколько минут выводит ЦСКА вперед Однако в концовке матча герой тюменской команды Греутов Ассистировал Нилованову и тот, подставив голову Не нарушает тенденцию ничейных результатов противостояния ЦСКА и Тюмени На этот раз 4-4 Матч получился сверхинтересным и зрелищным А колорит к противостоянию добавлял тот факт, что главный тренер ЦСКА, Пауло Товареш Когда-то играл в команде под руководством главного тренера Тюмени, Бето Что ж, ученик не смог обыграть учителя Ждем продолжения Стартовый тур чемпионата России по мини-футболу троицкие любители спорта без внимания не оставили Самому титулованному клубу России была обеспечена достойная поддержка Впрочем, гости из Екатеринбурга, еще не заходя на арену, были уверены, что с их уральскими голосовыми связками никакие подмосковные болельщики тягаться будут не в силах Жду только победы сегодня, чтобы взяли три очка и было позитивное настроение Как оказалось, они имели на это полное право Матчу Дина Синара предшествовала церемония награждения лучших игроков прошлого сезона Среди вратарей не было равных Сергею Зуеву Ну а сильнейшим полевым футболистом был признан Дмитрий Прудников Начало встречи проходило с заметным преимуществом Синара Екатеринбуржцы чаще били по воротам, быстрее двигались и жестче боролись, но в пределах правил Впрочем, Дина и не думала паниковать, если в воротах такой человек, как опытнейший Павел Степанов За последний рубеж можно сильно не волноваться Играла вся команда, оборонялась вся команда Да, какие-то моменты у виза были Где-то я удачно сыграл, где-то ребята мне помогали Команда настроена играть в обороне, команда настроена не пропускать В первую очередь, поэтому здесь у меня в команде больших претензий нет В середине первого тайма игрок Синары Николай Мальцев рухнул на паркет И заставил медицинскую бригаду гостей серьезно напрячься Травма на круглом месте была бы очень обидной, но обошлось Просто наступил на мяч, то есть подскользнулся и немножко не сгруппировался Попал, ну что бывает, так что ничего серьезного нету Здоров как бык, так что все хорошо Постепенно Дина сумела выровнять игру, хотя до конца прибрать инициативу к рукам у хозяев не получалось И в концовке первой половины именно у Синары был самый реальный шанс забить Но вмешалась родная для Дины штанга В итоге на перерыв команды ушли при счете 0-0 Второй тайм команды начали осторожно Видимо, разведка, проведенная в первом, убедила их, лучше лишний раз не рисковать Но, как выяснилось, таким образом Синара лишь ослабила бдительность соперника На восьмой минуте Дмитрий Прудников показал, что он не прочь и в этом сезоне стать лучшим в Суперлиге После того, как был забит первый мяч, темп вновь снизился На площадке пошла тягучая борьба И создавать голевые моменты за счет быстрых комбинаций не получалось Да и индивидуальное мастерство желаемого результата не давало Тренер Дина, испанец Мигель Андрес пошел ва-банк Почти за пять минут до конца матча, заменив вратаря на полевого игрока За смелость Дина была наказана точным ударом Прудникова в пустые ворота А затем раскисшие футболисты Дины пропустили и третий укол Уже на последней минуте матча 3-0 победа Синары Ребята молодцы, очень сыграли компактно Успевая перемещаться и страховать друг друга Поэтому, наверное, и такой счет Радует то, что сыграли на ноль в первом матче И, конечно, победа, она всегда приятна Очень тяжело начинать сезон с такой сильной командой Которая, вдобавок ко всему, в прошлом году заняла второе место в чемпионате Большой ажиотаж от старта мини-футбольного сезона в России ожидался и в мытищах Количество зрителей, собравшихся посмотреть матч местного клуба против бронзового призера прошлого сезона Сибиряка Вдохновило хозяев Они в синей-желтой форме на полную самодачу с самого старта игры Подшефтные Александра Бабкина начали матч без разведки Совершили несколько опасных ударов по воротам Сибиряка Образились подкаты, не жалея себя, бились на площадке Желание мытищенцев добиться победы любой ценой Быстро нивелировало разницу в классе между соперниками В главном компоненте, действительно, в желании умереть на площадке, но выиграть Хозяева нас превзошли Мы все-таки как-то хотели все сделать очень спокойно, очень не торопясь И не замарать, так сказать, штаны В этом отношении было видно, мы абсолютно не попадаем по темпу Потому что та самоотдача и желание хозяев, оно превзошли все наше мастерство индивидуальное Которого где-то у нас было побольше у игроков Поняв, что матч получится сложным во всех смыслах этого слова Болельщики еще больше стали поддерживать своих любимчиков Просто у нас первый раз, вот мытищик, так поддерживали нас в трибуна Мы доставили, я думаю, все-таки игрой Именно игрой, а то количество моментов не используем, это, конечно, нам минус Но игра, она сама как бы обнадеживает Мы не зря работали эти два месяца Если будет дальше такая поддержка, может, и из Динамо поговоримся До игры с чемпионом еще далеко А вот победить бронзового призера мытищинцы могли уже в первом туре Ближе к перерыву страсти в матче накалились до предела Нервы футболистов напоминали перетянутую гитарную струну Два таймаута до большого перерыва к забитому мячу так и не привели Ничья 0-0 Такой вот, во многом неожиданный ход матча развеял иллюзии в начале второго тайма Сибиряки вышли более свежими и активными Энергичность всех футболистов Сибиряка в совокупности с мастерством Павла Сучилина Привела к первому голу в этом матче Далее гости могли удвоить счет встречи Но мытищинцев раз за разом выручал голкипер Павел Хамутинников По словам главного тренера хозяев Александра Бабкина Вратарь Мытищ – лучший игрок матча С этим согласны и многие болельщики Посудите сами, больше десяти спасений своих ворот совершил Павел Надежная игра голкипера Мытищ вдохновила всю подмосковную команду Хозяева стали играть строго в обороне, а в атаке пошел комбинационный футбол И Константин Душкевич классным ударом укладывает мяч точно в нижний угол ворот Густава Душкевич, он индивидуально сильный игрок Обыграл в центр, прошел, пробил, забил, попал Темп игры увеличивается, количество передач в единицу времени зашкаливает все мыслимые и немыслимые границы Еще раз отметим хозяев, которые по-мужски четко и уверенно играли в защите Мытищи сегодня сыграли очень надежно в обороне, практически недавно шанс То, что дали, мы, можно сказать, использовали И у своих ворот, как бы, тоже было много моментов Мытищи хорошо момент создавали Тоже старались играть как можно надежнее в обороне Первый матч Считаю, первый блин комом не вышел Потому что мытищи в этом году очень серьезная команда, молодая Сражается, бежит к контратаку И я думаю, здесь никому легко не будет В итоге матч завершился боевым ничейным результатом 1-1 Еще раз скажем, это неожиданный, но во многом приятный для болельщиков результат Чем больше будет таких красивых матчей в нашем чемпионате Тем сильнее будет внутрироссийский турнир Кстати, мирный исход встречи